Здравствуйте, я Лилия Игликова. О медицине государственной и частной. Говорим с Куанышем Керемкуловым, председателем совета директоров группы компаний Сункар. Куаныш, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Располагаете ли вы данными, какой процент от общего объема оказываемых медицинских услуг в Казахстане приходится сегодня на долю частных клиник? Точных данных есть? Нет. Есть только предположительные данные. Что касательно ГОБМП, это скорее всего не более 10-15%. Что касательно платных услуг, это наверное ориентировочно по моим приблизительным расчетам по городу Алматы, это ориентировочно 80%. По гемодиализму 85%. По стоматологии поговорят больше 90%. Как вы объяснили бы, почему пациенты уходят сейчас все-таки в частные клиники, несмотря на то, что все услуги в частных клиниках платные? Ну, очень сложный вопрос. Можно я отвечу двумя понятиями. Первое. Население идет в частные клиники касательно ГОБМП, то есть гарантийный объем бесплатной медицинской помощи, потому что там больше, лучше специалистов. А что касательно платные услуги, они идут не потому, что они хотят заплатить не нам, а скорее всего они идут потому, что данных услуг по тем или иным причинам нет в государственном секторе или эти услуги в государственном секторе в цене чуть-чуть дороже, чем частные. Вообще, многие считают, что за деньги мы получаем более квалифицированную медицинскую помощь. Так ли это на самом деле? Мы понимаем, что да, у частных клиник оборудование более современное, медицинское. Тоже объясните, пожалуйста, почему? Ну, во-первых, я бы хотел добавить то, что на сегодня бесплатной медицинской помощи нет. Ее не было и, скорее всего, не будет. А она все платная. Просто в одном случае платит государство или страховая компания или сам пациент. Поэтому все услуги, которые мы получаем, они все по своей сути платные. Ну, здесь нужно уточнять, бесплатная для пациента. Безоплатная. Давайте вот так. Если правильно русское слово здесь, бесплатной нет и есть безоплатная. Я бы сказал бы, что... Как вам это объяснить? Платные услуги, они более доступны, чем бесплатная медицинская помощь сегодня в Казахстане. Почему вот вы говорите, что частные клиники освещены лучше? Я бы не согласился бы с этим. Тоже. Потому что многие государственные клиники на сегодня до сих пор держат первенство в оснащении. Вопрос в другом. Насколько эффективно это оборудование там используется? Там намного ниже эффективность. Но ведь с другой стороны, если говорить честно, то ведь одни и те же специалисты работают и в частных клиниках, и в государственных, только в какой-то... Да. Если взять город Алматы, где-то в городе работает ориентированность около 7 тысяч врачей, из них практически половина работает в частных клиниках. При этом частные клиники не совсем приветствуют подработку этих специалистов в государственных клиниках. Почему? Потому что государственная клиника... Ой, частная клиника, извиняюсь, тратит на них достаточно много денег и они на повышение их квалификации, на их знания, на их навыки. И они не заинтересованы, чтобы эти навыки доставались другим предприятиям, уже независимо, частными, государственными, потому что они являются владельцами этих навыков. Тогда такой вопрос. По вашему мнению, почему стоматология первой почти полностью перешла в частную сферу? И для чего вы предлагаете переводить туда же онкологию, трансплантацию, скорую помощь и диагностику ВИЧ? Ведь, по моему мнению, например, такая сфера, как трансплантация, это настолько криминогенная зона, что непонятно, справятся ли частники со всеми проблемами, которые могут возникнуть. Ну, давайте начнем со стоматологии. В стоматологии была переведена как бы самостоятельный поток, бесконтрольный, как говорит, мы сейчас в кавычках это говорим, 90-е годы, когда государству было тяжело и она от многих своих... Но она поставила приоритетные задачи и от второстепенной задачи отказалась стоматология, тогда оказалась второстепенной задачей здравоохранения. И за счет этого стоматология получила большое развитие в Казахстане. На сегодня даже в самом отдаленном районном центре есть стоматологические кабинеты. И самое интересное, что они оснащены достойно. Вот на уровне, можно сказать, лучших стран мира. Там вы увидите рентген-аппараты, там есть стоматологические установки, там современные полеменизующие вещи и все такое. И хорошие, естественно, протезы. Что касательно трансплантации, я вам скажу следующее. Что трансплантация, она криминогенна будет только в том случае, когда она в руках монополий, когда ограниченное количество клиник или ограниченное количество людей принимает решения или занимается этим. Трансплантация – это очень сложная наука. Там цель, видите, в чем дело? Это не так просто и не так быстро. Если взять этапы трансплантации, то мы обычно всегда говорим непосредственно о пересадке того или иного органа, скажем, почек. Но самое сложное – это начинается… Сама операция, трансплантация, она не представляет большой сложности. Если компания открытая, то темных или серых зон там не будет. Это все должно проходить достаточно в открытых компаниях, и это должно быть прозрачно. При трансплантации самое тяжелое – это подбор донора. Вот сейчас говорят, что… Вчера тоже был вопрос, что многие против того, чтобы казахстанские органы, то есть органы, человеческие органы казахстанцев не вывозились из-за границы. Я тоже с этим согласиться сильно не могу. Если Казахстан подписал и ратифицировал некоторые договора международными организациями, альянсами, где идет обмен, вопрос заключается, сколько мы отдаем и сколько мы получаем. Если там баланс сохранен, почему бы нет? Это наоборот обезопасить наших пациентов, улучшить качество. Самая сложная трансплантация – это и не подбор, и не операция. Самое сложное, самое муторное в этом деле – это дальнейшее ведение этих пациентов. Этих пациентов нужно потом вести десятилетиями. Ведение этих пациентов – это как раз и настоящими, я считаю, трансплантологами. Это не те, которые оперируют, не те, которые подбирают органы, а те, которые этих пациентов ведут. У трансплантации есть такое осложнение, как отторжение. Отторжение возникает в результате сильного иммунного ответа. И в этом случае вводят определенные препараты, которые понижают иммунитет, называются супрессоры. И вот эти подборы, когда мы подбираем супрессоры, мы должны понимать, что мы снижаем иммунный ответ организма. И в этот момент может иммунитет, если бесконтрольно или неправильно подбирать эти препараты, не контролировать изменение самого иммунитета, то может произойти другие осложнения. иммунитет может ослабиться, и у человека может возникнуть даже онкологические заболевания. На этом фоне. Куаныш, вы говорите только о медицинском аспекте этой темы. Но если взять социально-экономическую, политическую сторону, ведь на самом деле разрыв между богатыми и бедными в нашей стране все увеличивается в последние годы. И как бы не довести ситуацию до похожей в Индии, когда люди от безвыходного положения продают свои кочки, соглашаются еще на какие-то операции по изъятию органов за деньги, для того, чтобы хоть как-то выжить. И ведь на самом деле, если такие операции по изъятию органов будут делать разные медицинские учреждения, подчиняющиеся разным центрам, то контролировать их будет просто невозможно. Нет, это упрощенный взгляд на проблему. На самом деле, в основном все трансплантологи – это люди открытые, высокоэтичные, которые ездят по заграницам. Они все это видят, что это более такой открытый, очень открытый бизнес. Чтобы пересадить один орган другому человеку, это не так просто. Это нужно подобрать, это наблюдение за этим пациентом, это этические комитеты, это неоднократные, может быть, несколько консилиумов. Это просто так взять, когда показывают фильм, когда воруют человека, потом пересаживают ему органы. Но это немножко сказочный я. Не совсем правда. Вы говорите о бесконтрольных потоках денег. И в связи с этим у меня еще один вопрос. Вы выступали за контроль и за введение налогов с частных клиник. Во-первых, почему до сих пор эти клиники не платили налог государству? Как это государство допустило? Упустило такой поток, такой мощный поток. Во-первых. И во-вторых, вы, который работает тоже в сфере частной медицины, выступаете за введение этих налогов. Непонятно, для чего вам это? Ну, во-первых, начнем с того, что медицинский бизнес – это такой же бизнес, как и другие. Так же, как ресторанный бизнес, такой же бизнес, как образовательный, такой же, как сельскохозяйственный, производственный. С любого бизнеса любой предприниматель получает доход, прибыль. Естественно, было бы этично, чтобы с этого платили. Но для чего нам нужны налоги? Я говорю, они нам не просто нужны, они просто сейчас необходимы. Они сдерживают отсутствие налогов, на сегодня сдерживают развитие всей отрасли. Почему так происходит? Во-первых, налоги здесь несут такую государствообразующую составляющую. Почему? Потому что государство живет за счет налогов. Это первое. Через налоги легче монетарировать успешные компании. То есть, государство должно поддерживать успешные компании. Хорошие, успешные компании не просто получают прибыль, они развивают отрасль. Если в компании очень жесткая, очень мощная дивидендная политика, понятно, что в компании развиваться не будет. Естественно, она должна платить налоги. Если в компании все идет на развитие, естественно, налогов надо... Мы должны эти компании освобождать. Налоговики знают, как в себестоимость продукции эти деньги вкладываются, и сумма налогов само собой уменьшается. То есть, налоги здесь несут регулятивный механизм. Да и получать... Вот даже мы когда в банк приходим, банки вынуждены, медицинские компании, мониторируют чуть ли не по полгода, чтобы понять, стоит ли им выдавать кредит или не стоит. Но если бы были бы уже налоги, если бы они видели бы нас по налогам... Ну, как вот вы приходите в банк, когда банк смотрит ваши зарплаты, они видят ваши... Не зарплаты же, ведь они ваше пенсионное отчисление видят, и по пенсионному отчислениям вычисляют, сколько вы получаете зарплату, и, соответственно, вам дают кредит. Правильно? И тогда бы кредитоспособность, точнее, потребляемость клиник была бы намного выше. А это развитие. Любые кредиты компания получает не ради того, чтобы расписать по дивидентам, а они в основном получают их на развитие. А потом уже соответствующие органы и сам банк отслеживают целевое использование этих ресурсов. Кредиты, понятно. Но на какую еще государственную поддержку вы рассчитываете? Вы говорили о господдержке. Государственной поддержке, да. Государственная поддержка должна быть. Здравоохранение такая же, как и других отраслей. Мы не должны держать там, развивать здравоохранение, там, ущерб других отраслей. Мы должны развиваться все одинаково. Потому что все виды собственности и все виды деятельности у нас в стране должны быть равны. Какую поддержку? В первую очередь, это нам необходимо, чтобы деньги, которые, вот если бы медицинские компании платили бы налоги, эти бы налоги возвращались бы опять в рынок, опять в оборот. Естественно, эти бы компании, то есть успешные компании, получали бы больше преференций. То есть мы должны поддерживать успешные компании. Мы не должны поддерживать стартапы и тем более компании с сомнительными репутационными составляющими. Обязательное медицинское страхование, которое вводит Минздрав. По вашему мнению, что это? Ну, скорее всего, это назвать страхованием нельзя. Во-первых, потому что медицинское страхование подразумевает первую очередь страховой случай. Это болезнь или травма. В данном случае это налог на медицинское обслуживание. И этот налог мы должны не платить, и в этом ничего плохого нет. Вопрос заключается в другом. Кто будет потреблять эти налоги в виде услуг? Если те люди, которые не платят налоги, будут наравне потреблять с теми, кто платит налоги, я думаю, это не совсем справедливо. Во-вторых, есть такая организация ФОМС, которая оплачивает медицинские услуги в рамках ГОБМП всем медицинским организациям. Они монополисты. На рынке должны быть такие организации, как ФОМС, их должно быть несколько. И они должны между собой конкурировать. И тогда они будут давать лучшие предложения, более качественные предложения для конечного потребителя, для пациентов. Вот этим. Мы подошли к очень интересному вопросу. Ведь на самом деле, что происходит? Государственная медицина перестает быть, как вы говорите, без оплаты для пациента. То есть идет какая-то интеграция между платной, частной медициной и государственной без оплаты. Но интеграции здесь, скорее всего, нет. Это некое желание Минздрава, которое она хочет выдвинуть как за действительность. Интеграция возможна, и она используется во многих странах. Это можно назвать сооплатой. Если данная услуга, скажем, в государственной клинике стоит одну цену, а в частной это стоит дороже, ну, скажем, операция стоит 100 тысяч тенге в государственной клинике или по тарифу у ГОБМП, а в частной клинике это стоит 120 тенге, если пациенту предложить заплатить разницу эти 20 тысяч тенге и находиться в более лучших сервисных условиях, иметь более лучших специалистов, получать, ну, более качественные изделия медицинского назначения или там лекарства, я считаю, что это вот одно из самых лучших условий. Но почему-то сейчас Минздрав опасается вводить сооплату. Сооплата должна быть. Но в идеале деньги, когда говорят, что деньги должны быть, попадать в общий котел, оттуда распределяться всем равномерно, я считаю, это не совсем правильно и честно. Хотя, я бы добавил вот следующее. С чего платится налог? Налог платится с заработной платой. Одну половину платит работодатель, другую половину платит сам работник. Я считаю, что деньги, которые платит работодатель, должны идти на оплату социально незащищенной части населения, инвалидов, детей, пенсионеров, беременных. Ну, есть определенные там 15 категорий людей, пусть они получают эти налоги с фонда заработной платы, который оплачивает работодатель. А вот те деньги, которые оплачивает сам работник, они все-таки должны расходоваться на него и на его семью полностью. Куда он пойдет, за ним должны пойти его деньги. Вот моя мысль. Да, еще, Куаныш, вы предлагаете развивать, создать условия, вернее, для развития медицинского туризма здесь, в Казахстане. Да, действительно, много говорится о том, что у нас есть специалисты, что у нас есть сильные клиники. Тем не менее, к нам лечиться мало кто едет. Ну да. Может быть, только из Узбекистана, из других соседних государств. Ну и то мы можем говорить только про СНГ. Единичные. Единичные случаи, да. Да, единичные случаи. Хотела бы провести здесь параллель с обычным туризмом. Вот, допустим, есть у нас Алаколь, здравница такая. Но до этого Алаколя еще добраться нужно. Таким мы и сами не можем дойти, причем тут даже... Выбираешь ехать авто или поездом, как бы из двух зол приходится выбирать меньшее. Вот смотрите... И цены не радуют. Вот если в этом ракурсе посмотреть. Смотрите, давайте посмотрим на медицинский туризм со стороны. Во-первых, это маркер успешности не только клиники, это маркер успешности всей отрасли. Это маркер успешности политики здравоохранения, которую ведет само правительство. Сам медицинский туризм, он делится на две большие группы. Это внутренний медицинский туризм и внешний медицинский туризм. И оба являются тоже маркером состояния всей отрасли. Если к нам приезжают из других стран, по тем или иным причинам, это может быть ценовая политика, это может быть качество и много-много другой составляющей, я считаю, что это хорошо. Но больше всего медицинский туризм должен оказывать помощь нашим собственным гражданам, которые к нам приезжают. Например, в Алма-Ату очень много приезжают из других регионов. С Атрау, с Аптюбинска, с Чинкента, даже с Караганды и даже с Астанатичи. Если совсем честно, чего нам не хватает для развития туризма? Все-таки уровень наших специалистов до немецких не дотягивает. Я вам все равно скажу, в этой части я не совсем с вами соглашусь. Я не буду как бы нахваливать наших хирургов, но я был свидетелем, когда наши хирурги без всяких анализов, без всяких достаточных осмотров ставили более точные диагнозы в той же Германии или в том же Израиле. И вы не забывайте, что в этих странах работает очень много наших успешных специалистов. Может быть, эти специалисты из тех динозавров, которых готовили еще в советское время? Ну, может быть, отчасти. Да. У нас, между прочим, образование, когда говорят, что у нас плохое образование, травоохранение, я не совсем с этим соглашусь. Дальше. Я бы добавил сюда следующую очень интересную мысль касательно туризма. Медицинский туризм, чтобы он хорошо развивался в Казахстане, необходимо, в первую очередь, основательный фундамент необходим. Первый – это долгие медицинские контракты. То есть, например, странно, получается так, что фармацевтическая промышленность имеет долгие фундаментальные контракты, там, на 5, на 10 лет, даже на 15 лет. А медицинские организации таких контрактов не имеют. Ну, не будет предприниматель ни казахстанский, ни внешний вкладывать деньги в здравоохранение Казахстана, если он не видит перспективу дальнейшего отбивания этих денег. То есть, договора должны быть, эти договора, я сейчас заговорю, извиняюсь, я заговорю о ГЧП, должны быть на 7 и больше лет. Почему на 7? Как минимум, потому что, по моему мировоззрению, каждые 7 лет у нас в здравоохранении происходят какие-то революционные вещи, которые принципиально меняют архитектуру всей производственной базы этой отрасли. И еще один вопрос. Вы постоянно выступаете с различного рода предложениями, дабы внести некоторые изменения в нашу медицинскую систему в Казахстане. И многие из этих предложений идут в разрез с официальной политикой Министерства здравоохранения. Многие эксперты, скажем так, диванные критики называют, говорят про вас, что вы стоите в жесткой оппозиции к Минздраву. Действительно ли это так? И правда ли то, что открытым остается, я цитирую Дениса Кривошеева, вопрос о сохранении лицензии компании Сункар? И именно в этом причина вашего противостояния? Давайте начнем касательно оппозиции Минздрава. Во-первых, оппозиция Минздрава состоит не потому, что мне это так нравится, а потому что мы вынуждены быть оппонентами многим. Те нормативно-правые акты, которые выносит Минздрав, они многие не совсем реальны. То есть мы их иногда называем административными барьерами. Нормативно-правых актов, которые выпускает Минздрав, очень много надуманных административных барьеров. Был очень интересный случай, когда ко мне пришел врач СЭС. Я ему сказал, а вы можете хотя бы предварительно, предварительно нарисовать ваши требования к операционным? И вот нарисуйте возможность ее реализации, хотя бы теоретически. Вы знаете, он официально сказал, если соблюдать все наши требования, наши требования невыполнимы. И вот сколько бы ни обращался ни в одну организацию, в разных регионах страны, разным организациям СЭС, они говорят, их невозможно выполнить. Вы должны это понимать. То есть тогда получается, там операционные чуть ли не в воздухе должны висеть. Что касательно лицензии, так называемой, да, лицензии, только давайте разберем, что означает слово лицензия на медицинскую деятельность. На медицинскую деятельность лицензию у нас выдает к большой радости Неминздрав. Ее выдают местные исполнительные органы, выдают Акимат. Естественно, Акимат всегда старается придерживаться строго буквы закона. Ну, естественно, немножко оглядываясь на тельные советы Неминздрава. На сегодня в Сунгкаре, Сунгкар представлен 18 компаниями. У нас разного рода лицензии, и в том числе не только лицензии, на медицинскую деятельность. Там есть лицензии на продажу лекарственных средств, ой, да, изделия медицинского назначения. Там есть лицензии на использование радиоактивных составляющих и рентгеновских облучений, и все такое. Поэтому говорить о лицензии, если бы у нас не было бы хоть одной лицензии, в чем-нибудь нам бы не дали никогда работать. Да и сама этика в наше корпоративное управление, она сделана таким образом, нет лицензии, нет бизнеса. Поэтому мы всегда стараемся этот вопрос сразу улаживать. Да, у нас была и есть лицензия транспантологии, в которой была попытка Минздрава эту лицензию отозвать. Но видите, в чем дело? Законодательной базой уже отозвать эту лицензию у современного Минздрава практически не получается. Дело в том, что те нормы, которые они потом придумали, они, как говорится, обратную силу не имеют. Мы эти лицензии получили еще в те времена, когда, как там сказать, еще при царе горох. Получается, что конкуренция, или можно даже назвать противостояние между частной медициной и государственной, все-таки является двигателем, который повышает эффективность и качество медицинских услуг. Но те бюрократические заморочки, через которые вам приходится проходить... Зарегулированность, так называемая. Разве все-таки это не один из рычагов обезопасить эту сферу и защитить пациента? Вы должны тоже это понимать, если не приветствовать? Ну, конечно. Во-первых, есть определенные технические требования, которые обязательно должны предъявляться к медицинским объектам, к медицинским организациям. И эти требования должны быть жесткими. Но вопрос не их жесткости, вопрос в том, что они должны быть адекватными. Во-первых, и когда говорят, что нельзя использовать рентгеновский аппарат в жилых помещениях, хотя я им говорю, ребята, да, это жилое помещение, но нет ни прямых, ни косвенных пересекающих. То есть под одним адресом может находиться два здания. Одно жилое здание и рядом стоящее, ну, как бы неживое здание. И вот здесь по норме они начинают говорить, что эти рентгеновские установки ставить нельзя. И в то же время они говорят, а вот стоматологическое можете ставить. Хотя, что стоматологически, современные рентгенаппараты, современные рентгенаппараты, что стоматологически, что обычный, излучает примерно одну и ту же дозу рентгена, который не может пройти даже через, ну, там, 5 сантиметров бетона. А у нас перекрытие в Кагалстане, все перекрытия, это как минимум 18 сантиметров. Вот. Понятно, что это является одной из... Ну, и самое главное, что вот таких предвзятых, именно вот именно предвзятых административных барьеров очень много. И в то же время, где есть реальный барьер, вот реальный барьер, где вот нужно было бы поставить реальный барьер, государство на это, как бы, смотрит спустя голову. не совсем правильно. Например, я бы, например, ужесточил бы некоторые требования СЭС к медицинским помещениям. Например, когда разрешают открывать кабинеты на 10 квадратах, я считаю, что это не совсем правильно. Или те же самые операционные, когда разрешается открывать операционные на 36 квадратах, ну, современные операционные уже требуют, ну, больше площади. Потому что техники это больше современные, и они должны разделяться, эти операционные. Какие там можно открывать? Ты должна быть на 24 квадратах, а которые надо открываться на площади как минимум 54 квадрата. Вот этого разделения нет. Детализации нет. Минтрафт не хочет заморачиваться на это. Да, и, наверное, есть простое этому объяснению. Наша система все-таки перестраивается. Что-то уходит в частный сектор, что-то остается в государственном, нормы меняются, и нормы для частников должны быть прописаны уже по-новому. Нормы нет для частников. Есть нормы единые. Все виды деятельности и собственности равны. Они должны быть едины. Как для государственных клиник, так и для частных. И они не должны быть. И видите, контролирующий орган, тот орган, который должен контролировать деятельность медицинских организаций, вот этот самый креугольный камень, он не должен находиться в подчинении у Минздрава. А у нас сейчас получается, вот этот комитет контроля качества, безопасности товаров и услуг, бывший ДОС или бывший СЭС, она находится под министром. И, естественно, этот инструмент, этот рычаг, который министр использует, когда ему захочется и с кем захочется. Спасибо вам за интервью. Спасибо.